В принципе, здоровый образ жизни это про поиск, про поиск себя. И шаблоны, рамки, они не подходят. И вот, ба-бах, аккумулируются омега-3 жиры. Думаете, на фермах этим занимаются? Нет, на фермах таким не будут заниматься. Нужно помнить, что баланс 50 на 50, где в вашем рационе есть растительное и животное происхождение белки, они нужны. Вы можете перейти на сайт, оставить обратную связь и получить за это чек-лист. Здравствуйте, друзья. Рад видеть всех тех, кто смог сегодня подключиться. Меня зовут Родион. Я нутрицолог и сертифицированный диетолог со стажем с 1 на 1 7 лет. Также у меня есть диплом фитнес-тренера и провожу практики в фитнес-залах. Данная презентация, данная тема очень часто имеет эффект в фитнес-индустрии, в корпорациях, потому что она является основой для человека, который мало знает про здоровый образ жизни, но при получении информации он становится экспертом, экспертом, как строить правильный рацион, как с помощью рациона и активности влиять на свои когнитивные функции, быть постоянно в тонусе. Плюс мы такие темы затронем, как жить во время праздников, позволять себе сладости, но при этом полностью их исключая, потому что жизнь тогда у нее пропадут краски. Вот, поэтому сегодня обо всем поговорим. Поговорим о концептуальных вещах, которые улучшат ваше здоровье. И начнем вот именно с первого слайда, который выполнил в минимализме. Теория, техника и практика. И здесь очень прям нужно зафиксировать себе то, что готовые примеры, планы питания, я бы сказал, читинги, которые вы можете получить бесплатно, они не работают. То есть про питание, про здоровый образ жизни, ваш индивидуальный образ, как вы себя чувствуете в жизни, вам нужно находить свои правила, свои, так сказать, концепции. И вот готовые шаблоны, они могут помочь на самом начальном этапе развития, так сказать, вашего оздоровления. Но это только первая часть, потому что потом обязательно придется находить свою историю. Она у всех индивидуальная, мы все разные. Не будет никогда одного и того же шаблона, который подойдет для тысячи людей, даже для десяти, даже до пяти. И будет все тоже индивидуально. Но есть база, которую нужно знать, которую нужно изучать, чтобы как раз-таки начать искать свою концепцию, искать к себе подход. И это вот первый тезис, который стоит зафиксировать, что в принципе здоровый образ жизни – это про поиск, про поиск себя. И шаблоны, рамки, они не подходят. Это первый тезис. Затем, когда мы изучили, получили базу, качественную базу от тренера, от учителя, от врача, мы получили базу, и мы начинаем или вместе с врачом, или самостоятельно дальше изучать эту тему, постоянно развиваясь в ней. То есть, и смотрим на технику, как у кого что получается. И это важно зафиксировать, что говорят исследования и на ком они хорошо подходят, кому подходят, кому не подходят. И тогда только после этого на себе аккуратно экспериментируют. Но после, например, консультации с врачом, с тренером, ну или по крайней мере делают не какие-то глобальные изменения, которые вот с понедельника я меняю весь свой образ жизни, не поменяйте. Вот я говорю, потому что я вот тот самый человек, который там и урезал себе сахара и тому подобное, но срывался. И это вот в принципе можно сказать про всех. То есть, тут именно про долгосрочную перспективу, долгосрочный подход. И вот про поиск он должен быть именно умный и стратегический. Вот, поэтому давайте перейдем к самой базе. Белки, жиры, углеводы. Я не хочу быть банальным. О, еще Богдан ответил плюсиком. Спасибо. Хочу быть не банальным. Буду рассказывать про именно интересные инсайты, которые важны для построения вашего рациона. Белки бывают животного и растительного происхождения. И нужно помнить, сразу касаясь одного из трендов про веганство и так далее. Нужно помнить, что баланс 50 на 50, где в вашем рационе есть растительное и животное происхождение белки, они нужны. Почему? В первую очередь, с помощью растительной пищи очень сложно воссоздать весь ряд аминокислот, которые нужны организму. В принципе, соя, углевод, содержит в себе очень много аминокислот. Но я скажу следующее, что из всех моих учеников ни у одного в рационе никогда не было сои. Потому что это не общепринятый продукт, и его чаще всего нужно заказывать. Но я бы его отнес бы к суперфудам, потому что очень полезный. Но, и опять же возвращаясь, очень сложно все аминокислоты получать только из продуктов растительного происхождения. Плюс, как вы можете увидеть на слайде, геможелезо и витамины В12 в растениях не находятся. Это тоже один из факторов, что не все макроэлементы можно вообще получить из-за растительного рациона питания. Это первое, что мы зафиксируем. Следующее, это жиры. И мы сразу, вот мне уже кто-то, наверное, внутри себя спросил. Ну так, жиры животного происхождения, то есть насыщенные, они же вызывают плеск холестерина, то есть ведет к сердечно-сосудистым заболеваниям. И я сейчас буду манипулировать именно исследованием. И, ну, прежде чем перейду к исследованию, я опять же повторюсь, что есть два типа холестерина. Это липопротеин низкой плотности и липопротеин высокой плотности, то есть хороший. Вот, есть хороший плохой холестерин. И вот до сих пор еще не все исследования доказаны, как на что влияет вообще. Еще года два-три назад яйца считались прям ужасным продуктом, который повышает плохой холестерин, и его все гнобили. А сейчас ученые нашли лицетин, который содержится в яйцах, в желтке именно. И говорят то, что наоборот, он делает ситуацию лучше, то есть понижая плохой холестерин. И вот, что говорят исследования. В одном большом метаанализе, где было проведено 80 исследований, и 650 тысяч испытуемых было, это проводилось в США, в Великобритании и в Нидерландах, было выявлено, что корреляции между людьми, которые питались исключительно животными, происхождением жирами, ну и растительным, понятно, и сердечно-сосудистых заболеваний, их нет. Причем смотрелись как люди, которые питаются жирами, так и те, которые пытаются их минимизировать в своем рационе. Но зато, что было найдено, то, что трансизомеры, то есть трансжиры, вот они как раз влияют на наше здоровье, то есть приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям. Про трансжиры мы еще поговорим на будущих слайдах. Это очень тоже интересная тема, потому что она напрямую связана с нашими, с нашей умственной активностью. Вот, по поводу жиров я немножко классификацию не сказал, но это понятно, что есть насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, а ненасыщенные это растительному происхождению, насыщенные животному происхождению. И тут опять же такой же должен быть баланс, 50 на 50. То есть без всяких, я бы сказал, без всякого перфекционизма. Нужно и то, и другое. Везде нужен баланс. Это, кстати, тоже одно из самых важных из концепций. Иметь в жизни баланс. То есть должно быть и сладкое, и соленое, но в определенных размерах. Об этом тоже поговорим. И про углеводы. Если говорить более простой терминологией, есть быстрые и медленные углеводы. Медленные – это полисахариды, то есть их называют еще полезными. И есть быстрые углеводы. Это дисахариды и моносахариды. Вот. И, соответственно, их вот как раз нужно ограничивать в своем рационе. Это 5-10% от калорий, которые мы потребляем всего за весь рацион за день. И вот, в принципе, это одно из правил, которые может реально разогнать наше здоровье. Мы будем постоянно чувствовать себя в тонусе, если будем придерживаться вот таких рамок. Потому что если мы выходим, ну, сахар – это наркотик. Если мы выходим за вот эти рамки, это очень сильно влияет на нашу продуктивность. И вот об этом, про уровень сахара в крови, мы еще тоже очень подробно поговорим. И это отличная тема, чтобы в ней разобраться и, так сказать, тоже вашу экспертизу в этом улучшить. Вот. И сейчас конкретно по каждому из питательных веществ – белок. Тут поговорим про интересные тоже фичи. Скажите, ребята, кто сидел на высокобелковых диетах и вообще слышали вы о таких диетах? Напишите в чат, и мы немножко тоже коснемся этой темы, потому что, ну, это популярный был тренд. Сейчас он уже все немножко, так сказать, подснизился, но тоже очень интересно обсудить. И пока я расскажу про продукты. Белки – это животного происхождения, то есть отворок кефир, сыр. Что нужно помнить про сыр? Все-таки продукты лучше эвалировать, которые в себе содержат меньше 20-25% жирности. Опять же, чтобы был вот этот баланс, чтобы мы не уходили именно в дисбаланс, в плане, когда мы выбираем очень жирную пищу, конечно, она вызовет у нас всплеск холестерина. Кушая какое-нибудь сало, так точно. Вот. Понятное дело, что к белкам относятся еще греческие йогурты, но там в меньшей пропорции, конечно, чем сыр. Вообще сыр можно найти по своему составу, у которого 40 грамм белка. Это прям всех батончиков он опережает на 10 шагов вперед. Обычный продукт. И протеиновый батончик, за который мы переплачиваем. Тоже надо задуматься. Вот. Соответственно, про птицу не забываем. Это белые сорта мяса, то есть курица и индейка. Ну и про красное мясо тоже не стоит забывать, но стоит его ограничивать один раз, два раза в неделю кушать. Про рыбу. Про рыбу еще подробнее я расскажу на следующем слайде, когда мы поговорим про жиры. Потому что рыба в целом, это вот основная ее ценность, это омега-3 жирная кислота, в которой в ней аккумулируется. И вот это самое важное. Рыбу тоже стоит, если это белая рыба, то по типу хека, то кушать можно почаще. Если это красная по типу лосося, то тоже два раза в неделю желательно. В принципе, по вопросам, по поводу высокобелковой диеты, просто очень много слагается легенд, что нужно прям много брать белка, особенно это в фитнесе распространено. Нужно прям много белка. Но проблема в том, что при большом количестве белки у нас летят почки, очень сильно летят почки и печень. То есть асаталат на анализах крови, они всегда будут превышены. То есть нужно еще помнить, что в принципе белки это 15% нашей энергии, которую мы получаем. А львиную долю именно занимает углеводы, что тоже стоит для себя отметить. Поэтому про белки нужно постоянно чувствовать вот эту грань. Если вы спортсмен, то да, там чуть повышенная должна быть норма общепринятая в качестве белка. Но если вы не спортсмен, не профессионал, тогда зачем вам питаться одними белками, урезая углеводы, делать низкую углеводку и потом реально получать очень жесткий откат в своем организме. Следующее. Так, углеводы, а потом будут жиры. Стоп. Да. Получается, по углеводам, как я уже повторился, бывают быстрые и медленные. Моносахариды, полисахариды. То есть моносахариды это быстрые, полисахариды медленные. И тут очень все просто. 90-95% из вашего рациона это должны быть медленные углеводы. Полисахариды. А это клетчатка, овощи. А это, так, чтобы не быть очень, не говорить сложно, это, конечно, крахмалла инулина и что-то еще вылетело из головы. Если говорить проще, то, в принципе, это гречка, бобовые, это геркулес, кинуа. Ну, кинуа нужно смотреть, чтобы в ней не было содержания, совсем вылетело, так, не было содержания глютена. Да, да. Вот. И, соответственно, вот это те самые продукты, которые можно в свой рацион включать. Ну, и таких много. И я расскажу, как их подбирать правильно. А вот именно быстрых углеводов, монодисахаридов должно быть 5-10%. А это вот всякие шоколадки, сладости и так далее. Скажите, придерживаетесь ли вы такой нормы в своем рационе? Сладкоежка ли вы, как и я? А я еще тот знатный сладкоежка. Напишите, как много нас таких вообще собралось в чате. И я еще, конечно же, расскажу принцип, который мне и вам будет тоже помогать в плане, как все-таки кушать сладкое. Но, чтобы на иной фигуре это не отражалось и на здоровье. И в первую очередь на здоровье. Вот. Переходим тогда к жирам. Обещал поговорить про рыбу. Жиры животного происхождения и растительного, насыщенные и ненасыщенные. И тут нужно помнить то, что жиры, вот самые, вот сейчас очень четко себе зафиксируйте, о чем еще будем говорить на следующих слайдах. То, что жиры нельзя жарить. Вот. Получается, лучше добавлять в свежем виде. Что происходит? Когда при нагревании жир начинает дыметь, начинается выделение канцерогенов и начинается именно химическая реакция, которая, в принципе, называется трансжиры. Начинают выделяться трансжиры. То есть, как вы видите, что начинается дымление, все, на 50% можно гарантировать, что там содержатся трансжиры. А трансжиры, они влияют на наши когнитивные функции. И про исследования мы эти еще поговорим, где выявили, что трансжиры плохо влияют на наш организм, на наши внутренние органы, ну и на мозг. И про рыбу. Очень моя любимая тема. Так, сейчас только... Так. Так, очень много вопросов. Это хорошо. Давайте я на них отвечу в конце нашей лекции. Оставлю 10 минут. И тогда более качественно отвечу. И как раз и про свой спич, который я заготовил, не забуду. Регина, она не сладкоежка, как жалко. Вот. Но я повторюсь, у каждого есть своя зависимость. И это тоже очень интересно. Можно, в принципе, есть анализ, где можно выявить свою зависимость. И когда вы знаете, на что вы зависимы, вы можете это контролировать под себя. И вот тут очень, я бы сказал, быть руководителем своей жизни. Если ты знаешь, от чего зависим, ты можешь этим управлять. Просто нужно это делать правильно. Кто-то на соленый, на хрустящий. Вот у них на чипсы, вот у многих есть зависимость. И если ты знаешь свои слабости, ты уже можешь как-то их правильно использовать себе на благо. Не полностью исключив из рациона, но правильно их использовать. Про рыбу. Тут еще будет тогда один вопрос. Кто какую рыбу кушает и для чего вы это делаете? А я скажу следующее. Ту рыбу, которую мы покупаем в магазинах, она не содержит в себе омега-3 жирные кислоты. А в принципе, основная польза от рыбы, это вот именно получение жиров. Почему так происходит? Ту рыбу, которую мы покупаем в магазине, не обязательно вся, но много из тех продуктов, которые есть в магазинах, рыба выращена на фермах, ее кормят дешевыми кормами, в которых содержится ГМО и всякая гадость. А чтобы рыбе получить жиры омега-3 в себе, ей нужно, так сказать, получить водоросли. И вот из водорослей аккумулируются омега-3 жирные кислоты. Но теперь я расскажу, как рыба получает омега-3. Итак, планктон должен съесть водоросли, планктона должна съесть креветка, креветку должна съесть анчоус, анчоус должна съесть ставрида, ставриду должна съесть форель. И вот, ба-бах, аккумулируются омега-3 жиры. Думаете, на фермах этим занимаются? Нет, на фермах таким не будут заниматься. Поэтому не тешитесь в свое самолюбие, когда покупаете рыбу, говорите, что вы на ЗОЖ, потому что это не так, к сожалению, потому что основная польза – это именно в этих жирах. Почему? В нашем рационе мы получаем омега-6 и омега-3 жирные кислоты. И должен быть баланс. Потому что, когда происходит дисбаланс, это приводит к артриту, к болезни Альцгеймера, к инсультам и к инфаркту миокарда. Омега-6 мы очень много получаем из своего рациона. И я вот увидел тоже вопрос, где мы получаем омега-6. Это, в принципе, да, продукты животного происхождения. Это сладости, в основном это сладости и мучное. Ну и, конечно же, и даже в растительном происхождении есть омега-3. Например, вот, как вы видите, в авокадо тоже есть омега-6. Поэтому вот этот баланс, он очень важен. Где брать омега-3? Это отличное льняное масло, в котором много есть омега-3. Только стоит выбирать в темной сосуде, в колпачке, я не знаю. То есть, которые в магазинах представлены в темных этих емкостях, вот. Не в светлых. Ну и, соответственно, в рыбе также есть омега-3. То есть, выбирать вот такие продукты нужно прям свой рацион побольше. Семена. В семенах тоже много омега-3. Овощи. Ну, если я сказал то, что, в принципе, сою я не нахожу у своих учеников в рационах, когда они только стартуют, то овощи – это, в принципе, топ-2, чего я не нахожу. А это прям, это вот прям бич-общество, которое нужно прям, необходимо, я бы сказал, включать. Потому что овощи, они стабилизируют уровень сахара в крови, понижают холестерин. А также даже овощи, способные вот из вашего общего рациона. Так, у меня отрубился. Так, вижу опять вас. Овощи, способные даже гликемический индекс того рациона, которого вы кушаете, снижать. Про гликемический индекс мы поговорим на следующем слайде. И это прям, конец, актуально важная вещь, которую нужно знать для вашего здоровья. И, соответственно, почему, опять же, стоит кушать овощи? Потому что в них содержатся фитонутриенты. Фитонутриенты для овощей служат следующей функцией. Они защищают от внешних агрессоров, то есть от вирусов и грибков. А для нашего организма они помогают блокировать перерождение клетки в злокачественную. Они стимулируют выработку новых иммунных клеток, а также выводят токсины. Ну и не пользоваться таким продуктом, ну, это, в принципе, я бы сказал, себе в убыток. Потому что найти свой любимый продукт в виде овоща и им питаться, Лучше, конечно, все-таки разные овощи получать разных цветов. Это просто, конечно же, в разы улучшит ваше состояние здоровья. Вот жидкость. А это топ-3. Чего тоже мало вообще в образе жизни человека, на примере разных корпораций, сотрудников и учеников. То, что есть норма ВОЗ, то есть это 0,03 умножить на килограмм веса, и вы получите литры. Сколько нужно выпивать воды? Очень мало пьют воды люди. И тут нужно ни больше, ни меньше, там, без какого-то фанатизма уходить. Выпивать свою норму очень важно, потому что, опять же, тема нашей про когнитивные способности. Вода может снижать головные боли, улучшать концентрацию. Также она способствует снижению веса. И также она улучшает наши суставы и хрящи. Вот, поэтому от воды не стоит отказываться, просто потому что еще есть другой факт, очень важный. Это про гормоны. Когда мы обезвожены, секретируется гормон стресса, кортизол. То есть после этого уже подключается другой гормон, грелин, гормон голода. И можно спрогнозировать, что, ну, не час-два, но вас сорвет на покушать. Поэтому очень часто вечером рекомендуют просто пить воду, те, кто любит покушать под вечер, что не всегда полезно. Вот, поэтому вода, это вот про это. То есть правильно, правильно используя инструменты, ваши подручные в виде рациона, может вас поднять на новый этап в вашей работоспособности, эффективности. Это тоже как один из тезисов. Молочные продукты, это тоже очень важно. Следующий слайд прям один из самых важных. Следующий, следующий. Сейчас я отмечу по поводу молочки, почему важно все-таки понемножку отказываться или очень так ограничивать молоко, немножко касаясь вот этой темы. Сейчас, секундочку. Прочел быстренько ваши комментарии, спасибо за активность, очень приятно. Про молоко. Содержащийся углевод, то есть дисахарит под названием лактоза, повышает очень сильно уровень сахара в крови, то есть инсулин. И вот это, в принципе, за что постоянно противники молока и выступают. Было выявлено в исследованиях, которые проводились в 80-х и 90-х годах в Финляндии, то, что те дети, которые питались, ну, пили молоко, коровье молоко, у них риск диабета повышался на 5-6 раз. И нужно еще помнить про очевидный факт, что в молоке очень много кальция. И процент доли вот этого кальция в моче у нас тоже повышается. И это блокирует у нас выработку очень драгоценного витамина D, который влияет на наш иммунитет. Вот, поэтому с молоком нужно быть тоже аккуратным. И сейчас мы поговорим, почему я вот начал говорить про весь этот инсулин, инсулиновый индекс, гликемический индекс, про сахарокфровид, потому что вот это как боже наше надо читать специалистам, потому что, ну, в принципе, если человек уже понимает вот такие базовые вещи, не про то, что там, типа, когда ты набираешь, ты должен потреблять больше калорий, чем сжигать за весь день и тому подобное, а вот именно вот с этого все-таки стоит начинать, все-таки про здоровье, а не про фигуру, то это намного лучше будет эффект на вашем качестве жизни. Вот, гликемический инсулиновый индекс. Вот сейчас попрошу сконцентрироваться, потому что, поняв это, можно, в принципе, для себя многое открыть в здоровом образе жизни. То есть, что происходит, когда мы кушаем? Пища попадает к нам, переваривается, и углеводы, которые в ней содержатся, расщепляются на простые сахара, в частности, на глюкозу, гликемический индекс. Затем, наша поджелудочная железа вырабатывает инсулин. Инсулин – это вот транспортатор глюкозы и питательных веществ до наших тканей и органов. И вот главный стимул к синтезу инсулина, вот этому транспортатору, является высокая концентрация глюкозы. То есть, они взаимосвязаны. Фиксируем. Вот. И что происходит? Часть глюкозы используется в виде энергии сразу нашей клеткой, а другая часть остается в виде жиров, то есть энергии, которую будет организм пользоваться в будущем, при каких-то стрессовых, например, ситуациях. Вот. Но что происходит, когда мы кушаем продукты с высоким гликемическим индексом? Бургеры, шоколадки, там, где куча сахара. Процесс попадения глюкозы в кровь, усвоение, она ускоряется. И вот эта глюкоза транспортируется в глюкоген печени. Глюкоген печени у взрослого человека – это 5-6% от массы печени, то есть 100-120 грамм. И вот когда глюкоген уже всё исчерпан, а концентрация глюкозы ещё высокая, наша печень начинает перерабатывать глюкозу в жиры. Поздравляю! Теперь мы знаем, как мы жиреем. Вот. В принципе, это такая базовая вещь, которую стоит помнить, которая подойдёт всем людям, и вот с неё и нужно начинать. И чтобы вот не быть таким прям занудок и быть с какими-то решениями, во-первых, я предложу своё решение, которое мы с командой разработали, а во-вторых, можно просто до банальности просто писать продукт в поисковике, глюкемический индекс. И если он меньше 55 единиц, то всё супер. Его используют. Но если он выше, тогда мы его ограничиваем, как я повторился, до 5-10% от нашего общего колоража в рационе. Вот. В принципе, это вот такое базовое, которое помогает вообще, в принципе, для улучшения здоровья и для нашего мозга. Сейчас мы ещё... Вот этот слайд и вот следующий, вот они самые важные. Тут происходит магия. Скажите вообще, как независли, нормально воспринимается, как отдача? А, я вижу один из вопросов, пока не убежали. Можно ли этот индекс увидеть на этикетке? Я вам больше скажу, его нельзя увидеть, так и сахар нельзя увидеть у российских производителей, что является нереальным минусом, потому что, в принципе, если в продукте, ну, больше 5-6 грамм сахара, это уже первый сигнальчик, что глюкемический индекс может быть высокий. То есть это не относится к хорошим продуктам. Вот. Ну, тоже тут вот нужно смотреть индивидуально. Вот, супер. Тогда продолжаем. Я не буду вдаваться в подробности, как составлять свою порцию. Это вы можете везде увидеть, везде пробить. Об этом я тоже рассказываю в своих социальных сетях. Поэтому поговорим о, опять же, концептуальных вещах, о которых я попросил тоже сконцентрироваться. Количество порций в пище. Один из трендов, который был, ну, тоже год назад, два года назад, когда все вот прям говорили, надо кушать 5-6 раз, там метаболизм просто будет нереально высокий, в космос улетим. Но, но, нужно помнить, что с каждым приемом пищи наш инсулин, он вырастает, тот самый транспортатор. И чем больше вот этого всплеска инсулина, тем больше шанс того, что у нас образуется инсулинорезистентность. Объясняю. Инсулинорезистентность – это неблагоприятное условие для нашего организма. Наша поджелудочная железа вырабатывает все больше и больше инсулина при факте, что уровень глюкозы тоже высокий. Но в чем суть? Наша глюкоза не проникает через клеточную мембрану. То есть наша клетка перестает вообще реагировать. И как это вообще отражается на нашей обыденности? Мы кушаем, мы чувствуем, что не наелись, и в течение дня мы очень быстро утомляемся, мы чувствуем упадок сил, и наша работоспособность падает. Вот риски того, то, что если вы можете кушать по 5-6 раз, к чему это может привести? Это сейчас каждый вам специалист, к которому вы не обратитесь, скажет. Поэтому сейчас все больше вот как раз идет тренд на 2-3 раза в день кушать. 2-3 приема пищи. 3 приема пищи более, так сказать, грамотные, потому что все-таки за 2 приема пищи количество белков съесть, ну просто наш организм, не у каждого организма это такое способное, чтобы сразу так много белка принять в себя. Вот, поэтому 3 приема пищи, это в принципе такой стандарт, который, как и 100 лет назад, говорили, так и сейчас есть стандарт. Вот, с этим выяснили. Так же, так же, не отходя от темы вот как раз с инсулинорезистентностью, хочу продолжить. Вот эти свободные сахарки, ну вот, куда дается глюкоза, вот, которая не проникает в клеточную грану, она скоро становится жиром. То есть, простые сахара, которые не используются, становятся жиром. И это приводит к ожирению и к нарушению репродуктивной функции. Вот, то есть, снижение тестостерона. Но что еще нужно помнить, то, что это, конечно же, вот, высокий сахар в крови влияет и на наши когнитивные функции. То есть, высокий сахар в крови, вот этот инсулин, он влияет и нарушает наши внутренние органы, поражая их. Почки, печень и мозг. Что, в принципе, нужно помнить. И вообще, если диаграммы тут нет, это выглядит так, у нас вот инсулин повысился, потом он идет на спад. Вот, когда идет на спад, вот, сначала мы чувствовали в драйве себя, потом он идет на спад, и нам надо опять подкрепиться чем-нибудь. Он опять идет наверх и опять на спад. И вот, такой, я бы сказал, и становишься наркоманом, потому что тебе нужен постоянно вот этот драйв. Но это нарушает еще в этом процессе нервную систему. Есть, это не реклама, есть классный документальный фильм, называется «Сахар». Посмотрите, там человек сделал на себе эксперименты, как на него, он мало питался сахаром, вдруг он решил вот, пронаблюдать, что будет, если он будет кушать много сахара. Прям интересно, и посмотреть, как его ломало. Вот. А, ну еще очень важная вещь, конечно же, я не сказал. Почему три приема пищи? Есть вот следующая концептуальная вещь, надеюсь, мозг еще работает, переедание. Это вот следующая пищи общества. Что происходит при приедании? У нас образуется висцеральный жир, абдоминальный жир его еще называют. Это тот жир, который облагает наши внутренние органы. И вот он намного опаснее, чем наш подкожный жир. Вот. При превышении абдоминального жира повышается триглицериды. Это, так сказать, жиры, которые дают энергии нашим тканям. При превышении ведет к сердечно-сосудистым заболеваниям. Также это нарушает, конечно, репродуктивную функцию. Метаболизм нарушает, то есть приводит к инсулинорезистентности. Стоит еще добавить то, что тестостерон из-за этого падает, ну, поэтому и связь с репродуктивной функцией. Вот. Поэтому переходим дальше. Зафиксируем себе три такие мысли. Гликемический индекс, инсулиновый индекс и висцеральный жир. И я повторюсь. Достаточно одного показателя, чтобы его пробивать. Гликемический индекс. Если гликемический индекс высокий, вероятность 80%, что инсулиновый тоже. Поэтому это тоже зафиксируйте, то, что только у молочки высокий инсулиновый индекс, а гликемический низкий. Вот. Поэтому это фиксируем и идем дальше. Как читать этикетки? В принципе, уже я немножко, когда прочел вопрос, ответил на этот вопрос про сахар. Смотрим, есть ли сахар вообще продукт. Чаще всего этого не пишут российские производители. Поэтому лучше пробивать сразу в поисковике или же я предложу как раз мобильное приложение, которое разработали своей командой, который как раз когда вы забиваете свой продукт, все вообще показатели, почему этот продукт полезный или вредный, сразу можно посмотреть и выявить. Хороший продукт или нет. Если говорить про этикетки, то стоит обращаться на такие показатели, как клетчатка, его тоже никто не пишет. Вот. Поэтому у нас состоятся только углеводы, белки и жиры. Если там написано трансжиры, то хоть уже есть какое-то количество, тоже плохой продукт. То есть не должно быть трансжиров в продукте. Вот. Поэтому нам остается только смотреть на углеводы, белки, жиры. И что тут из опыта нашей команды скажу. Сигнальчик это когда жиров в продукте уже больше 20 грамм. Это первый сигнал. еще один сигнал. Если это полисахарид, гречка, крупа, горох, если в нем больше 70 грамм углеводов, то это тоже сигнал. Но если мы говорим про не полисахариды, то есть не про медленные углеводы, то там всякие дисахариды, ягоды, фрукты и тому подобное. Если там углеводов больше 20 грамм, это тоже сигнал. Вот. Поэтому такие немножко маркеры есть, которые могут тоже помочь при выборе продуктов. Про мифы я очень подробно рассказываю в своих социальных сетях, поэтому заострять внимание на этом не будем. Уже 40 минут я хочу тоже про тренды поговорить. Очень классная тема, где коснемся транслизомеров, трансжиров, о которых так и обещал поговорить. Про мифы вы можете послушать в социальных сетях, поэтому милости прошу. Вот. Ну и, конечно, еще надо рассказать про физическую активность последние 20 минут. Поэтому тут будет кратко. Есть аэромные и анаэромные нагрузки, то есть там, где поступает в мышцы кислорода, там, где не поступает в мышцы кислорода. Я бы сказал то, очень кратко. Низкая интенсивная нагрузка это пульс 90-130 ударов в минуту и она нацелена на сжигание подкожного жира. Но когда мы уходим выше, чем этот пульс, тогда уже ориентация идет на улучшение сердца. Вот. Но это средние такие показатели. То есть у каждого, конечно, индивидуально, но это такое среднее. Вот. И все тренировки нужны. И бодибилдерам тоже нужны кардио-тренировки. Потому что, ну, это сейчас еще обсудим как раз, когда будем говорить более подробно про тренировочки в зале с весами. Ну, и стритворкаут это на турниках я бы отнес это и к той другой группе, потому что на турниках можно сделать как и активную нагрузку, ровно там всякие прыжки и тому подобное, пробежки. Вот. Так и можно, например, подтягиваться, на брусьях отжиматься, и тогда это будет к ней ровным нагрузкам относиться. То есть туда не поступает кислород. Вот. И, конечно же, а ней ровные нагрузки тоже всем нужны. Хотя бы в минимальных количествах. Мы не говорим про профессиональный спорт. Мы говорим про нормальную вот такую среднестатистическую жизнь. Потому что физические тренировки могут улучшить в первую очередь наше кровавое обращение, сердечно-сосудистую систему, может улучшить метаболизм, помогает контролировать вес, укреплять костью, ну и, конечно, самое лакомое для всех увеличить мышечную массу. Для чего все мы туда и идем, забывая про все остальное. Вот. В принципе, я опять же повторюсь, кардио-тренировки необходимы спортсменам, которые занимаются в залах, потому что нужно укреплять сердце. Самое распространенное у спортсменов это разрыв сердца. Так, для интереса можете зайти, почитать, сколько раз делал пересадку сердца Арнольд, это вроде бы три раза было, и вот как раз по той причине и нужно делать кардио. Нужно очень крепкое сердце, чтобы такие нагрузки брать, и чтобы хорошо работала кровь, и чтобы сердце справлялось. Вот. Ну, вот как раз мы говорим про то, что говорят в принципе все тренера. Банальная вещь. Можно зафиксировать, но намного важнее помнить про глиокемический индекс. Вот. Когда мы хотим набрать, мы должны потреблять больше калорий, чем сжигаем за весь день. Это именно базальный обмен веществ, то есть тот обмен веществ, когда мы тратим во время отдыха, лежим, спим, наш организм все равно работает, он растет. Плюс это еще нужно прибавить нашу физическую активность, и то есть вот эта вот норма суточной калорий, которую мы тратим, вот нужно потреблять больше, если мы хотим набрать массу. Если хотим похудеть, нам нужно потреблять меньше, чем суточный обмен, но не меньше, чем базальный обмен. И это прям зафиксируйте, потому что очень много инцидентов, когда приходит человек, у которого калораж 800, ну, и даже тысячу, тысячу сто, это тоже мало. Даже девочка не может питаться тысячу сто. Просто совсем недавно тоже методологии для одной компании разрабатывали, тысячу сто калорий это нарушает базальный обмен. Вот. Это не позволяет покрыть базальный обмен, то есть не дает нормально расти вашим внутренним органам, не дает расти волосам и тому подобное. То есть один из таких вытекающих фракторов то, что у нас начинается проблема, сразу можно увидеть проблемы с ногтями, выпадают волосы, то есть нам не хватает просто калорий извне, энергии извне. Вот. так, и вот как раз про решение, как раз про мобильное приложение, тоже называется Nutrifood, наша разработка, там же вы можете автоматически все рассчитывается, калорий, белки, жиры, вы заносите любой продукт, вы сразу видите по нему все показатели, то есть полезный, вредный он, почему так, ну и соответственно и будет сразу прогресс, то есть автоматически вы будете смотреть, сколько еще нужно добрать, но и дополнительно я скажу то, что и в принципе мое выступление и в принципе все советы, которые там есть, они основаны на исследованиях, в приложении более 300 исследований и в принципе моя речь, она тоже построена на этом, в который вы можете зайти, посмотреть, почитать вообще откуда вот взялась та самая информация, то есть где же та самая корочка, которая подкрепляется. Так, у нас буквально мне нужно будет за 5-7 минут рассказать про тренды, это очень классная тема, потому что сейчас есть тренд на вот этот ЗОЖ питания, но еще идет тренд, который мне больше нравится, это правосмысленный подход вообще к питанию. Так, сразу обозначим, есть два типа батончиков, где минимальное количество переработанных натуральных продуктов, это там сухофрукты, ягоды, семечки и так далее, мед, и есть батончики белковые, обо всем по отдельности. Начнем с сахара, ну то, что сахар там вызывает диабет, кариес и тому подобное, я уже говорил, но нужно помнить, что сахар тоже добавляют в любые батончики, но еще могут добавлять и ароматизаторы, могут добавлять консерванты, добавки, сахароземенители, которые могут вызвать привыкание, в первую очередь, а во-вторых, может еще вызвать и аллергию. очень много учеников есть аллергии на разные батончики, тоже стоит помнить. Но то, что, в принципе, мало кто знает про сахарозаменители. В большом кокорбином исследовании Nutri-Nant Center было выявлено, то, что сахарозаменители могут приводить к развитию рака, к нарушению метаболизма и нарушению кишечной биофлоры. Поэтому в один момент в Европе прям начали бороться с сахарозаменителями. Но какое есть, в принципе, решение, это натуральные сахарозаменители по типу стевия и лоханьго, и другие тоже есть натуральные сахарозаменители, которые тоже нужно ограничивать в своем рационе и в совокупности с чем-то кушать, потому что есть риск изменения кишечной биофлоры. Вот, поэтому тут нужно тоже быть очень бдительным с этим фактором, потому что не все сахарозаменители, а их очень много, если вы посмотрите на российские бренды батончиков протеиновых, их очень много. Помните. Вот, про первое поговорил. Наверное, я перейду тогда к еще одному такому общедостовому фактору, что батончики это продукты глубокой переработки. И что нужно помнить про продукты глубокой переработки, то что производители не могут использовать чистую шоколадную глазурь для своего батончика. Она банальная расплавится и станет непригодной, испортится. Поэтому чаще всего используют гидрогенизированное пальмовое масло. Оно очень дешево, дешевое, да, оно увеличивает срок годности, ну и безвкусное. Но что нужно помнить про это, ну и в первую очередь, гидрогенизация, это переработка из ненасыщенных жирных кислот в твердые насыщенные кислоты путем добавления водорода. Очень просто. И что нужно помнить, то что вот побочный продукт вот этого процесса является трансизомеры, трансжиры, о которых мы говорили, когда вот про испарение говорили жиров во время жарки. И вот нужно помнить то, что как раз трансжиры влияют на наши внутренние органы. Транжиры не перерабатываются нашим организмом. Это как шлаг, который не может просто организм переработать. Поэтому это вредит печени, поджелудочной железе, потому что не обрабатываются эти жиры. Также было выявлено то, что это приводит к камне, нет, к тромбообразованию, к инсульту, инфаркту и нарушению когнитивных функций. Вот такая порция удовольствия может ждать всех людей, которые прям изрядно все батончики, которые попадаются под рукой, берут. Но опять же нужно помнить, если качественная продукция, нужно просто выбирать и очень бдительно смотреть. И лучше все-таки, ну сейчас еще подойдем к выводам банальным, которые лучше. Вот. Да, выводы. Сами по себе батончики не помогают набрать мышечную массу, не помогают похудеть. Это обычный продукт, за который вы переплачиваете деньги, потому что в принципе вы можете купить полтора грамма хорошего качественного мяса, ну и вот альтернатива 5 батончиков. Это первый фикс, мысль. Затем нужно помнить, что это глубокая преработка, и в них минимальное количество витаминов, макроэлементов, которые необходимы вообще нашему организму, и то, что к ним есть привыкание, то есть их очень легко переедать. Последний тренд, о котором поговорю буквально две минуты, это кетодиета, очень популярная тема, вообще все диеты, это тоже один из бич общества, потому что там есть очень жесткое урезание колоража, который нам необходим, о котором мы говорили про базальный уровень обмена, но кетодиета немножко другая, она сохраняет нужный нам колораж за весь день, но не другой элемент, то, что в совокупности большая часть питательных веществ приходится на жиры, вот, и считается то, что да, мозг может питаться на кетоновых телах, концепт согласит то, что и можно напитываться всеми витаминами, макроэлементами и так далее, но есть жесткое но, только под наблюдением личного врача, эндокринолога, и под определенную, под определенные условия, вообще при болезни чаще всего ее выписывают, и нужно помнить, что кетодиета, это вот как, я бы сказал, как БАД, то есть, можно период какой-то использовать, который вот действительно благоприятно отразится, и то при наблюдении личного врача, потому что противопоказания просто море, и сейчас мы о них поговорим. Во-первых, длительное кетоновое питание, плюс изменения в метаболизме, приводят к камнеобразования в почках, к возможностям переломов изооцидоза, и повышение триглицерида, о которых говорили, который повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Вот, и бочный продукт, который входит в состав белка аминокислот, под названием аммиак, он есть в нашем организме, но при его превышении в 2-3 раза начинает вредить печени. Вот, а происходит это потому, что очень высокожировая диета. И вот, и к чему это может привести? И у вас изо рта будет пахнуть ацетоном, когда вы будете ходить в уборную, будет прям пахнуть ацетоном, затем у вас будет головокружение, возможные потери сознания, ну и, соответственно, вы не будете дополучать все свои макроэлементы. не будете. Вот, поэтому, в принципе, на этом я подхожу к концу, прям супер, вопросов много, я надеюсь, на них все ответить, у меня есть 9 минут, после чего меня отключат, я немножко расскажу, переходите по ссылке в социальные сети, а также я подготовил чек-листы, точно, совсем забыл, такой стартовый, я бы сказал, путь зожника, извините, каких правил стоит, ну даже не правила, а просто мелочей, которых стоит придерживаться, которые могут улучшить вашу, так сказать, улучшить вашу работоспособность, эффективность, ну там по типу сколько воды пейте и тому подобное, просто когда вы видите это все перед такими маркерами, вам проще это соблюдать, иначе иногда это просто забывается, есть статистика, как много людей забывают вообще принимать там лекарства, которые им выписывали врачи, там колоссальная статистика, что там 10% в принципе только пьют, ну поэтому и придумываются такие продукты, но не об этом, вот, вы можете перейти на сайт, оставить обратную связь и получить за это чек-лист, перейти ко мне в телеграм, задать любой вопрос, я открыт, и всегда получить ответ, вот, ну и мы тогда переходим плавно к вашим вопросам, их накопилось много, на некоторые я ответил, буду зачитывать эти вопросы, так, 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 Диана спрашивает, возможно ли в России найти качественный сыр, да, везде его возможно найти, просто выбирая сыр, который меньше, ну там, 25% жирности, уже будет супер, это там адыгейские, легкие сыры, они есть, используйте, чем меньше процента жира, который содержится в сыре, тем больше его можно, в принципе, кушать за день, помним, то, что из молочных продуктов только сыр имеет низкий инсулиновый индекс, потому что он в твердом состоянии, вот такой ответ, так, про омега-6, мы поговорили, откуда они берутся, Богдан спрашивает, мука же содержит много глютена, в каких количествах его можно есть, и для этого, опять будет минутка рекламы, есть мое мобильное приложение, наше с командой, в которое вы можете всегда забить ту или иную муку и получить, содержится в ней глютен или нет, не вся мука содержит глютен, вы могли заскринить в презентации, какая мука не содержит в себе глютена, это амарантовая, кокосовая, овсяная, ржаная, то есть, спектр выбора очень широк, ну и тоже, тут есть немножко бич общества, что глютен прям все его избивают, нужно помнить, что только у 1-2% всего населения есть аллергия на этот глютен, поэтому, да, если есть возможность, лучше его не кушать, ну опять же, альтернатива всегда находится, так, и также там идет сразу следующий вопрос, каких количеств его можно есть, нужно понимать то, что там, где содержится вот глютен, чаще всего, вот эти, хлеб, то есть, белый, там, и тому подобное, в них и гликемический индекс высокий, а что мы помним, если гликемический индекс продукта высокий, соответственно, это 5-10% из вашего всего рациона, ну, калораж, который приходит, фиксируем, так, во-первых, большое спасибо, ребят, то, что так активно, так активно в чате, прям, бальзам на душу, это греет мое сердце, Алена любит хрустеть, но вредная заменила на морковку, а так, где взять рыбу, которая будет полезна, в принципе, тогда нужно смотреть на этикетках, если рыба выловлена на воле, тогда это самый лучший вариант, также, ну, конечно же, лучше своих знать производителей, и, конечно, напрямую покупать, если вы находитесь, живете рядом с морем, у вас повышается процент получения свежей рыбы, да. Так, а, Ерегина спрашивает, тоже очень хороший, хороший вопрос, спасибо, сразу хочется спросить, чем можно заменить коровье молоко? Да, альтернатива есть, это, кстати, один из супер трендов, который я поддерживаю, это альтернативовое молоко по типу овсяное растительное молоко, кокосовое, миндальное, так, и тут, чтобы ответить, я бы сказал, что, в принципе, растительное происхождение молоко, например, овсяное, содержит в себе очень много витаминов, марганец, магний, медь, железо, вот, и это не все, витамины, C, Е, H, B, и вот, в принципе, это вот один тоже из суперфудов, который можно пользоваться, если вы скажете, что там же мало кальция, сейчас очень много производителей, которые обогащают овсяное молоко, кальцием, поэтому, альтернатива есть, попробуйте, точно, подсядете, и, в принципе, и по ценам, то же самое, как и коровье молоко, но чуть дороже, чуть дороже на 10%, Руслан спрашивает, можно ли каждый день есть свинину, нет, нельзя, как я объяснял, все-таки красное мясо, лучше кушать 1-2 раза в неделю, там все-таки жирный холестерин, повышается вот тут точно, и нужно помнить то, что это, есть исследования, которые говорят, тоже большие конкортные исследования, которые выявляют то, что красное мясо вызывает рак, то есть, еще нет механизмов, которые, как это влияет то на другое, вот как и с жирами, еще некоторые механизмы не изучено, но уже факт на большой совокупности людей, есть. Вот, у нас осталось 2 минуты, я очень рад, что мы смогли все успеть сделать, ответить на ваши вопросы, было очень приятно, что вы были на связи, это было максимально эффективно, и, конечно же, максимально эффективно не только для меня, но и для вас, потому что вы были участниками, если бы ваша концентрация упала через 10 минут, то некоторые знания до вас бы не дошли, поэтому всем здоровья, всем хорошего дня, и, конечно же, увидимся, до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok